Общее сведение. В структуре злокачественных опухолей пищеварительного тракта рак тонкого кишечника составляет 1-2%. Среди новообразований тонкого кишечника в гастроэнтерологии чаще встречается рак 12-перстной кишки около 50% случаев, реже. Рак тощей кишки – 30% и рак подвздошной кишки – 20%. Рак тонкого кишечника – заболевание, поражающее преимущественно мужчин в возрасте старше 60 лет. Причина рака тонкого кишечника. В большинстве случаев рак тонкого кишечника развивается на фоне хронических ферментативных или воспалительных заболеваний ЖКТ, целиакии, дуодинита, язвенной болезни, энтерита, болезни крона, неспецифического язвенного колита, дивертикулита или эпителиальных доброкачественных опухолей кишечника. Преобладающее поражение 12-перстной кишки объясняется раздражающим действием желчи и сока поджелудочной железы на начальный отдел тонкого кишечника, а также его активным контактом с канцерогенами, поступающими в пищеварительный тракт с пищей. Случаи спорадического или семейного аденоматозного полипоза являются факторами повышенного риска развития рака тонкого кишечника. Вероятность возникновения рака тонкого кишечника выше у курильщиков, лиц подвергшихся радиационному облучению, страдающих алкогольной зависимостью людей, в чьем рационе преобладают животные жиры, консервированные продукты, жареная пища. Существует определенная взаимная зависимость между раком толстой кишки и опухолевым поражением тонкого кишечника. Классификация рака тонкого кишечника По характеру роста опухолевой ткани различают экзофитный и эндофитный рак тонкого кишечника. Экзофитные опухоли растут в рассвет кишки, вызывая ее сужение и развитие кишечной непроходимости, макроскопически могут напоминать полип или цветную капусту. Экзофитные формы рака инфильтрируют стенку тонкого кишечника в глубину, сопровождаясь кишечным кровотечением, перфорацией и перитонитом. По гистологической структуре злокачественные опухоли тонкого кишечника чаще представлены одинокарциномой, реже в онкологической практике. Встречаются саркомы, картиноид, лимфомы кишечника. Согласно клинико-анатомической классификации по международной системе ТНМ, в развитии рака тонкого кишечника выделяет стадии ТИС при инвазивной рак Т1 опухолевая инвазия почлизистого слоя кишки Т2 опухолевая инвазия мышечного слоя кишки ТЗ опухолевая инвазия субсирозного слоя кишки лиза брюшинного пространства на участке не более вторых СМТ4 прорастания опухолью висцеральной брюшины неперитонизированных участков протяженностью более вторых СМ прилежащих к кишке структур или органов Н0М0 – отсутствие регионарного и отделенного метастазирования Н1 – метастатическое поражение регионарных лимфоузлов панкреата Д1-0 пилорических, печеночных, брюшечных МЛ – наличие отдаленных метастазов в брюшина печень, сальник, легкие почки, кости, надпочечники Симптомы рака тонкого кишечника Проявление рака тонкого кишечника характеризуется полиморфизмом, что связано с вариабельностью локализации, гистологии и размеров опухоли В начальных стадиях беспокоят периодически повторяющиеся спастические боли в животе, неустойчивость стула, поносы и запоры, метеоризм, тошнота и рвота Отмечается интоксикация, прогрессирующая снижение массы тела, что связано как с пониженным питанием, так и с ростом опухоли Деструктивные процессы при раке тонкого кишечника могут приводить к развитию кишечного кровотечения, перфорации кишечной стенки, попаданию Содержимого в брюшную полость и перитониту Экзофитный рост опухолей часто сопровождается обструктивной кишечной непроходимостью с соответствующей клиникой При сдавливании опухолью у соседних органов может развиваться панкреатит, желтуха, асцит и шемия кишечника Иногда отмечается сращение опухолей с соседними кишечными петлями, мочевым пузырем, толстым кишечником, сальником с образованием единого Малоподвижного конгломерата При изъязвлении и распаде рака тонкого кишечника могут возникать кишечные свищи Диагностика рака тонкого кишечника Диагностический алгоритм при раке тонкого кишечника различной локализации имеет свои особенности Так в распознавании опухолей 12-перстной кишки ведущую роль играет фиброгастроду, аденоскопия и контрастная рентгеноскопия Для диагностики опухолей терминального отдела подвздошной кишки информативными могут быть клоноскопия и ригоскопия Важную роль в диагностике рака тонкого кишечника играет рентгенография пассажа бария, позволяющая выявить препятствия на пути Продвижение контрастного препарата участки стенозов и супрастенотического расширения кишки Ценность эндоскопических исследований заключается в возможности проведения биопсии для последующей морфологической верификации диагноза Определенный диагностический интерес может представлять проведение селективной ангиографии брюшной полости С целью выявления метастазов и прорастания рака тонкого кишечника в органы брюшной и полости выполняется УЗИ печени поджелудочной Железы почек, надпочечников, МСКТ брюшной полости, рентгенография грудной клетки, сцентиграфия костей В неясных случаях целесообразно проведение диагностической лапароскопии Рак тонкого кишечника необходимо удифференцировать от туберкулеза кишечника, окклюзии мезинтериальных сосудов, доброкачественных Опухолей тонкого кишечника, болезнь крона, дистопии почки, забрюшенных опухолей у женщин от опухолей, придатков и матки Лечение рака тонкого кишечника При операбельности рака тонкого кишечника наиболее эффективно проведение широкой резекции пораженного участка кишки и лимфоузлов и сечения брожейки Протяженность тонкого кишечника позволяет выполнять радикальное удаление опухоли в границах здоровых тканей Целостность ЖКТ восстанавливается путем наложения энтероэнтероанастомоза тонкой кишки в тонкую или энтерколоанастомоза тонкой кишки в толстую При раке двенадцатиперстной кишки показана дуодинектомия иногда с дистальной резекцией желудка или резекцией поджелудочной железы Панкрето-дуодинальная резекция При запущенном раке тонкого кишечника, не позволяющем осуществить радикальную резекцию, производится наложение обходного анастомоза Между непораженными петлями кишки Хирургический этап лечения рака тонкого кишечника дополняется химиотерапией Этот же метод может являться единственным способом Лечения неоперабельных опухолей Редактор субтитров А.Семкин